2015 год. Победный май. Импортозамещение. Капитальный ремонт. Чем запомнился уходящий год Старопольчанам и как оценить работу краевых властей? Мы подводим итоги. Одна из самых острых тем для населения ЖКХ. 2015 начался с увеличения коммуналки. В феврале в почтовых ящиках Старопольчан появилась новая платежка за капитальный ремонт. Владимир Владимиров поручил установить взнос не более 5 рублей за квадратный метр. Столько платит теперь каждый собственник. Результаты судить пока рано. Программа 30-летняя, но первые ремонты уже завершены. Вот кадры из города Лиромонтово. Старополье край аграрный. И от успехов сельского хозяйства зависит благополучие всего региона. В Минераловодском районе продолжается развитие плодопитомника площадью более 300 гектаров. Это позволит получать краю более 3 миллионов саженцев в год. Также в плодопитомнике появится центр для обучения студентов аграриев. В середине лета в Москве прошла ярмарка товаров ставропольских производителей. 45 тонн продукции привезли 30 ставропольских предпринимателей. Сегодня мы примерно оцениваем московский рынок для Ставропольского края. Это 15-17 миллиардов. Посредством рекламы, посредством этого, еще раз хочу сказать спасибо Сергею Семеновичу Собянину за то, что он поддержал эту ярмарку. Посредством таких ярмарок мы планируем по крайней мере удвоить за ближайший год. Потому что мы растем примерно по 8% в год в валовом производстве. А в октябре в столице состоялась большая сельскохозяйственная выставка «Золотая осень». Стенд Ставропольского края посетил Дмитрий Медведев. Премьер оценил успехи края. Новые сорта зимой пшеницы, винограда, новые породы животных. Более 200 наименований. Ставрополье получило грамм при выставке. Приоритет импортозамещению. Кроме того, Ставрополье привлекает инвестиции. Губернатором Ставропольского края Владимир Владимировичем 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 было подписано 6 соглашений инвестиционных на общую сумму 23,5 миллиарда рублей. Что это за инвестиционные проекты? Это три проекта по тепличным комбинатам. Кстати, они прошли все согласования, уже работает, уже приступили к формированию первого этапа, это выводение ноль. В 2015-м край вошел в 9 программ по развитию сельского хозяйства. На каждый рубль господдержки из краевого бюджета выделено 5 федеральных. Животноводство, овощи закрытого грунта и крупные логистические центры – это приоритетные направления для развития сельского хозяйства. В итоге аграрии обновили рекорд урожайности, позернув более 8 миллионов тонн. Лучшие товары впервые получили знак «Ставропольское качество». Это еще одно новшество 2015-го – инициатива Минэкономразвития. Мы хотим качественным ставропольским товарам дать и торговле, и потребителям ориентир, который называется знак «Ставропольское качество». Этот знак будет присваиваться строго, во-первых, независимой экспертной группой, бесплатно. В этом году эксперты проверяли качество мясных и молочных продуктов – муки. Самые лучшие получили заветный знак и могут использовать его в рекламных целях. Своим чередом в Крае продолжается строительство и ремонт социальных объектов. В феврале после капитального ремонта торжественно открыли Дом культуры в селе Донском. На протяжении 2015-го в Крае строилось 15 детских садов. Большую часть из них уже удалось завершить. Один из таких – в юго-западном районе краевой столицы. А на 24-м квартале в декабре закончили строительство школы. Аппарату правительства и муниципалитетам нужна свежая кровь, заявил в 2015-м Владимир Владимиров. В профессиональную команду управленцев теперь будут входить молодые старопольцы, которые прошли ряд специальных испытаний в рамках проекта «Новая энергия». От конкурсантов требуется знание, ответственность, инноваторские идеи. Сегодня у нас около 55 нашего предприятия среднего возраста. Поэтому это очень хорошо. Это мудрость, но нет энергии. Это зрелость, наверное, отсутствие ошибок каких-то глобальных, но нету проравных идей. Первые участники проекта уже включены в кадровый резерв власти региона. В следующем году начнется новый этап новой энергии. Что касается массовых праздников, на которые 2015-й был богат, каждый старопольчанин в первую очередь назовет 70-летие Великой Победы. Старт юбилейным мероприятиям был дан еще в январе, когда в Старополе начали работать часы обратного отчета, а по всему краю с концертами отправились фронтовые бригады. Часы обратного отчета и прямого счета в дальнейшем – это предложение молодых старопольчан. Вы знаете, это особо почетно, и мы этим особо гордимся, тем, что наши, ну, наверное, уже дети, внуки ваши, правнуки, помнят и понимают, что происходили в те суровые годы. В преддверии праздника в юго-западном районе Старополя высадили аллею ветеранов. 217 молодых деревьев на благоустроенной территории. 2 мая на Крепостной горе Старополя открылось мемориальное панно «Мы победили». В основе композиции – 4222 фотографии наших земляков, воинов Великой Отечественной. Людям, которые сделали этот, если не буду называть это памятником, никакой-то не говорил, это памятник наш. Огромное спасибо. Во имя живущих победа, во имя грядущих победа. Войну мы должны сокрушить. И не было гордости выше, и не было доблести выше. Ведь кроме желания выжить, есть еще мужество жить. Победа! Победа! Парад победы стал самым масштабным за всю историю Старополя. Более тысячи военнослужащих и 50 единиц военной техники. Колонну возглавил символ войны – легендарный танк Т-34. Нам, как старым солдатам, нам все это знакомо. И все это вот так. Как бы, ну, не повторяется, а как бы возобновляется. То есть увидели мы то, что сами прочувствовали. И все это вот так. Этот день победы в городом пропах. Этот праздник светилою на висках. А день Старопольского края, который раньше праздновали в конце мая, теперь объединились с Днем города. Как и 70-летие Великой Победы, День города и края стал самым масштабным за всю историю. Открытие праздника прошло на Аллее почетных граждан. Я горжусь нашим Старопольским краем. Я помню о ветеранах нашего Старопольского края. И я очень хочу, чтобы край золотых сердец был по-настоящему любимым краем и спокойным для жизни для ветеранов и надежным для молодого поколения. С праздником всех! Фестиваль уличной культуры, литературный карнавал, аргентинская танго, бал первокурсников – это только малая часть всех праздничных мероприятий. На площади Ленина хор из тысячи детей со всего края подарил ставропольчанам крылатые качели. Завершился вечер галоконцерта на Крепостной горе с участием звезд российской эстрады – Полины Гагариной и группы «Градусы». Каким будет предстоящий год для краевых властей? Бюджет останется социально ориентированным, курс на импортозамещение по-прежнему актуален. А каким он будет для жителей? Посмотрим вместе с вами.